Олесю ребята встречают аплодисментами и стоя. Говорят, девушка, которая после тяжелой аварии потеряла руку и, несмотря на это, вновь вернулась в спорт, да еще и с таким успехом. Достойна именно такой встречи. Наш город двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию приехала всего на один день. Цель – встретиться с новосибирскими спортсменами, да и просто всеми желающими. Как это обычно бывает, на таких встречах гости из столицы рассказывают свою историю успеха, а также выполняют миссию посла Олимпиады в Сочи. Рассказывают о программе и строящихся объектах. С детьми, с ними немного по-другому, потому что с ними, на мой взгляд, нужно быть предельно честными, искренними и тактичными, потому что они не дают, так сказать, второго шанса. Они все замечают, они сразу же об этом говорят, они очень, как сказать, внимательны. Они очень-очень внимательны. Знаете, вот взрослая аудитория, она, конечно же, не настолько внимательна, не настолько вслушивается, потому что занята своими мыслями, своими делами, телефонными гаджетами. Особенно внимательно Олесю слушают ребята, которые и сами активно занимаются спортом, несмотря на свой физический недуг. Говорят, важно услышать и увидеть человека, который действительно успешен. Сразу как-то хочется выпрямить спину и идти только вперед. Меня взяли в фехтование. Вот я учился в инвалидном училище на обувщика. Сейчас я учусь в колледже Олимпийского резерва, уже третий курс заканчиваю. И для меня этот спорт очень много дал. Послушать, с чего начинала, как она выбилась Олимпийская чемпионка. Жаль, правда, что встречу с паралимпийской чемпионкой устроили не в бассейне, а в конференц-зале. Поэтому настоящего мастер-класса не получилось. Но это и хорошо, говорят ребята. Мы, мол, пока, что называется, переварим информацию, а в следующий раз уже потренируемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!